Шемкенский авторынок сверкает красками, привлекает разнообразием автомобилей и отпугивает запредельными ценами. Машины из Европы, 10-летнего возраста, здесь предлагают по цене от 25 тысяч долларов и выше. Правда, но очень красивые. Цены на автомобили в среднем поднялись на 15-20%. Насколько реально упал на рынок продаж, подсчитать трудно. Незменными остались только цены за торговое место на автомобильном рынке. Полторы тысячи для новых автомобилей и в эконом-классе тысячи тенге за двое сутки. Предлагают совсем не значит, реально продают за такую цену. Бахтияр не измета в продаже европейских автомобилей занимается 7 лет. Сейчас, как и все на рынке, распродает тех, кто успел завести до 1 июля. Я самошу где-то раз на 8 подняли. И раньше, если тысячи полтора платили, сейчас где-то в пределах 10-12 тысяч. Можно эти же машины привезти, но невыгодно. На минус мы продавали все пацаны. Вот это сейчас продается нормально. Ну, уходят машины, но слабовато пока торгули. Слабовато сейчас, потому что много машин завезли. Пока эти продаются, там, наверное, год минимум ходит. Как будет выглядеть шемкентский авторынок после того, как распродадут остатки былой роскоши, продавцы пока не знают. Относительно недорогих и в хорошем техническом состоянии поддержанных машин больше не будет однозначно. По новым таможенным ставкам такой Мерседес с 10-летним пробегом по Германии будет стоить в Шемкенте не меньше 40 тысяч долларов. За компанию с поддержанными иномарками подорожали и шедевры советского автопрома, что уже совсем трудно объяснить. На Шемкентском авторынке можно найти автомобиль на любой вкус. Гораздо труднее найти на них покупателей. Народ во множестве и с удовольствием разглядывает сверкающих лаком красавиц, но и только.